Но прямо сейчас нам хотелось бы передать слово другому человеку, который уже присоединился к нам. У нас Наталья Бибикова в гостях, Наташенька. Мы готовы отправиться в театр, рассказывая только куда. Самые культурные телезрители в нетерпении твоих, ожидания твоих новостей. Да-да-да, доброе утро всем культурным телезрителям. Уверена, вам не надо напоминать о том, что осень всегда невероятно насыщена культурными событиями и практически каждый ваш день может быть окрашен знакомством с искусством. А уж про выходные я вообще молчу. И как всегда, я пришла к вам не с пустыми руками. У вас есть возможность попасть на торжественное открытие выставки потрясающего скульптора нашего белорусского, известного на весь мир. Мировая презентация его последних работ успешно стартовала весной 2019 года в Москве и Монте-Карло. И теперь эта серия будет представлена в Минске. Андрей Асташов. Один из самых успешных и востребованных белорусских скульпторов уже на протяжении нескольких десятилетий ведет свой диалог с мифологией. В новом выставочном проекте центральным для художника стал образ человека-быка Минотавра. Для Асташова стало интересным выразить идею неразделимости животного и человеческого, инстинктивного и интеллектуального, плоского и духовного, реализацию которой он превратил в увлекательный пластический эксперимент. Скульптору удается превратить миф прошлого в современный, вдохнуть в него ощущение нынешнего времени, создать волшебный мир игры. А зрителю остается лишь присоединиться к ней, только надо не забыть путеводную нить, свой внутренний голос, чувства и эмоции, мечтания и фантазии. Ведь главным впечатлением от работы Андрея Асташова является не только то, что видишь, но и то, что чувствуешь, когда созерцаешь его скульптуры. И первый зритель, который дозвонится к нам в эфир и ответит на мой вопрос, получит пригласительное на открытие выставки в галерее Савицкого и каталог с работами художника и его автографом. А вопрос, ну, предельно простой, я бы даже сказала детский. Кто, согласно древней мифологии, победил Минотавра? И как этому герою удалось выбраться из лабиринта, где обитало чудовище? Ну, вспоминаете школу. А я буду ждать ваших звонков и ответов, вы обязательно дозваниваетесь. Выставка потрясающая, и попасть на нее – это очень здорово. Отвечайте, планируйте культурный вечер, а я, поколь что, запрашаю вас на иншее мероприемство. Национальный историко-культурный музей-заповедник «Нясвиш» и «Мюзикдом» запрашают у всех на свято Кирмашовое, якое перенесе вас у 20-30-е годы минулого ста годзе. Из всех боков люд стекается купить, продать, погулять, поглядеть. Шум, гам, отгулы, музыки, забавов и танцев. Вот так и будет 14-го и 15-го вересня у Палаца Радзивиллов. На грамм Кирмаши васчекаются встреча с господаром Палаца князем Альжбектом Радзивиллом и его дочкой Эльжбетой. Майстры из всей Беларуси проставят керамику, соломяные речи, лазовые прилады, драулянные, тканые выробы, и навод металличные, литёй, кованка, мыло, шмат-шмат усяго для побыту и добробыту. Фермеры и гастроэнтузиасты со свежим хатним хлебом, салом, с лимаками, гаронинной, незвычайными маринадами, духмянными супами с гарбуза, вялеными сливами, травяными горбатами, сырами, пастилой и иншими присмаками для дорослых и дятей. Майстр-классы, аукционные, гульные, забавы, атмосферные ретро-фотозоны. И навод квест-контрабандистов будет. А так само музычная программа от шефа Гранд Кирмаша Виктора Шалкевича и Ягог Лезмир Джан с бэнда. Проезжайте у меня свеж на дворе. Судовное, самый час для культурных и старышных отпочинков. И еще один анонс. Я не могу обойти стороной театр, но сегодня приглашу вас на постановку очень необычную. Шоу присяжных заседателей. Интерактивный процесс с элементами мюзикла в двух действиях, с приговором и неизбежным наказанием. Уникальное сценическое действие, развитие финал которого определяют зрители, используя свои смартфоны и принимая очень непростые решения, представляет известный режиссер Владимир Максимков. Странные люди, которые называют себя судьей, прокурором, адвокатом, заняты необычной игрой, судебным процессом над реальным человеком. Скелеты в шкафу есть у каждого, но далеко не каждый способен прямо взглянуть в глазницы, затаившиеся в душной темноте черепов. Так написано в аннотации к спектаклю. «Смертных грехов семь» и, положа руку на сердце, ответьте себе, безгрешны ли вы. Роль присяжных заседателей в спектакле исполнят зрители, от интерактивного голосования которых будет зависеть дальнейшая судьба героя. Каково это быть судьей, палачом реального человека? И вы только обратите внимание на фамилии, которые я произнесу. Идеи постановок, как я уже говорила, Владимира Максимкова, рисунки Ники Сандерс, сценография Павла Шапо, а в ролях заслуженные артисты Республики Беларусь Игорь Денисов, Владимир Пугач, Виктория Кадрова, Михаил Каминский, Олег Титков, Ольга Бурлакова, Олеся Пономаренко. Это нельзя пропустить. Обратите внимание, пожалуйста, на этот спектакль. Ну а сейчас мы услышим голос счастливца, который первый дозвонился и готов дать правильный ответ, чтобы отправиться на выставку. Андрей Асташова, «Тайна Минотавра» в галерею Савицкого. «Доброе утро». «Доброе утро». Нам дозвонилась Людмила. «Людмила, доброе утро». «Доброе утро, доброе». Давайте отвечать на вопрос, вспомним школу, изучение мифов, и ответим, кто же победил Минотавра, и как этому герою удалось выбраться из лабиринта? «Победил его Тесей при помощи клубкониток, которые ему дала сестра Минотавра Ариадна». Правильно, ну, я думаю, это знает каждый. Людмила, огромное вам спасибо за участие, за то, что просыпаете, смотрите, звоните, и я надеюсь, что вам очень понравится выставка. Отдыхайте культурно, всем желают телезрителям, как всегда, и всем хорошего дня. Спасибо большое, Наташенька. Вот мы уверены, что телезрителям уже очень понравился твой обзор, только теперь осталось определиться с тем, куда пойти, но лучше, конечно, взять отпуск и везде побывать. Это было бы, конечно, самое оптимальное решение. Ну, хотя бы Несвиш. Это все в разные дни происходит. Ну, Несвиш был описан идеально, просто вкусно. Я не могла, просто наслаждалась каждым словом. Причем половина блюд, я даже не знаю. В общем, спасибо огромное. Спасибо, Наташ. Спасибо, Наташ. Продолжение следует...